Всем привет, с вами TheFuseDiK, а это новое видео по игре Ханкаиста Рейл. С момента выпуска моего ролика про актуальность классических персонажей прошел уже практически месяц. И тогда, упуская это видео и рассуждая про ситуацию с Янцинем и Зенлю, я думал, что никаких разговоров про пауэркрип все же не потребуется. Ведь новые персонажи привносят в игру новые механики, и далеко не всегда являются более сильными, чем предыдущие. Но недавние заявления разработчиков все немного изменили, и теперь даже у меня возникли некоторые вопросы и опасения. Именно поэтому данное видео будет являться неким финалом в рассуждениях по поводу пауэркрипов Ханкаиста Рейл. По крайней мере, пока разработчики в очередной раз не внесут какие-либо новые правки в баланс игры. Сегодня мы полностью разберем все ситуации в игре, когда слово пауэркрип действительно может прийти в голову и даже иметь какой-то вес. И также не забывайте, что мы идем к очень крупной и важной отметке в 10 тысяч подписчиков. Поэтому если вы вдруг еще не подписаны, то именно сейчас пришло самое время это исправить. Давайте попробуем достичь этой знаменательной цифры до нового года. Ваши подписки являются самой главной мотивацией для создания еще более качественного и интересного контента. Что ж, не буду больше тянуть, погнали! Разговоры про пауэркрип в гача-играх являются нормой. Все знают, что различные разработчики прибегают к самым разным способам продвижения своего внутриигрового контента, дабы пользователь оставил бы в игре как можно больше своих денег. Кто-то делает упор на визуал, кто-то на геймплей на ощущения персонажей, а кто-то прибегает к задомерному увеличению силы всех последующих героев, дабы стимулировать игроков постоянно получать новых юнитов в игре. Такое происходит далеко не только в аниме-рпг играх. Зачастую явление пауэркрипа в тех или иных формах появляется в ОМО, стратегиях и даже шутерах. К слову, если вы хотите увидеть видео, в котором мы попытаемся проанализировать пауэркрип по всей игровой индустрии в принципе, то давайте наберем под этим видео 2000 лайков, дабы я понял, что вам это действительно интересно. Но мы немного отошли от темы. Все знают Ханка Импакт и его печально известные проблемы, связанные с геймплеем на высоких уровнях. Дело в том, что при достижении определенного уровня вы получаете возможность соревноваться с другими игроками в рейтинговой бездне. И чтобы получить более-менее хороший рейтинг в данном режиме, вам всегда будет требоваться получать новых валькирий, для того, чтобы закрывать новые виды контента на хорошие результаты. По итогу же нормальные награды получают киты, так как именно они занимают верхнюю строчку таблицы лидеров абсолютно любой категории. И да, эту проблему действительно можно назвать неким пауэркрипом. Поэтому многие другие создатели контента приводили в пример именно этот феномен при обсуждении возможности возникновения схожей проблемы в Ханка и Стар Рейл. Однако тут не все так просто. Сам по себе пауэркрип может существовать только в двух случаях. Либо игра обладает элементами, связанными с онлайном, где получение новых персонажей напрямую делает вас сильнее других игроков, которые играют на старых отрядах. Либо разработчики поломерно каждый год или полгода добавляют в игру новый контент, который будет куда проще закрывать именно свежими персонажами и отрядами из меты. Не сложно догадаться, что к первому случаю Ханка и Стар Рейл явно не относятся. Но вот со вторым случаем все куда загадочнее. Если бы меня спросили про такой вид пауэркрипа где-нибудь месяц назад, то я с уверенностью сказал бы, что говорить про это пока рано, и на данный момент в игре точно нет никаких проблем. Но недавно разработчики Ханка и Стар Рейл сделали ряд заявлений относительно нового контента в игре. По особенности относительно новых режимов и ивентов, которые ждут нас в версии 1.6. Итак, нам поведали, что в новом обновлении появится режим чистый вымысел, в котором нам понадобится подобно зал от забвения приходить этажи за ограниченное число циклов. Однако противники тут будут бесконечно возрождаться, и весь смысл происходящего будет заключаться лишь в итоговом рекорде игрока. Помимо этого, сам зал от забвения получит целых два дополнительных этажа, дающих вам еще более сложных противников. Но чистый вымысел будет являться не каким-то сторонним временным режимом. Теперь этот режим станет основной механикой игры. Обновление зал от забвения будет чередоваться с обновлением чистого вымысла. Таким образом, каждый из этих режимов будет обновляться раз в две недели. И этот новый режим очень сильно настораживает. Ведь что же там нового можно придумать? Рогалик уже присутствует в игре под видом виртуальной вселенной. Местный аналог бездны для более прокачанных игроков также присутствует. Есть довольно немаленький шанс, что в режиме чистого вымысла могут появиться какие-либо онлайн элементы или стадии, для закрытия которых вам будут требоваться определенные персонажи с определенными навыками и элементами. Ведь делать еще один зал забвения нет никакого смысла, а других идей как таковых в голову не приходит. В целом же режим звучит заманчиво. Но слова разработчиков о наличии тут некого рекорда немного пугают. Впрочем, тут все рассудит время. Но осталась еще одна немаловажная тема для рассуждения. А именно анализ того, присутствует ли сейчас в игре так называемый поверкрип среди персонажей, или же это всего лишь очередные безосновательные доводы некоторых членов комьюнити. Что ж, давайте разбираться. Ну а сейчас я хотел бы вам напомнить про свой телеграм-канал. Там я частенько выкладываю новости по Ханкаиста Рейл, Зенлез Зон Зиро и другим интересным играм. Так что если вам интересно, то переходите по ссылке в описании или отсканируйте QR-код. Подписавшись на телеграм, вы очень поможете развитию канала. Ну а мы возвращаемся к ролику. Совсем недавно в сообществе Ханкаиста Рейл разгорелись жаркие обсуждения, которые напрямую касались темы поверкрипа. Ведь в патче 1.4 в игре появился новый персонаж под именем Цзин Лю. Еще с момента первых сливов, даже толком не проанализировав умения персонажа, многие люди стримглав помчались на простор интернета с громкими заголовками, говорящими о том, что Цзин Лю просто убивает Нянциня. Да и вообще это сильнейший дамагер в игре, который заслоняет с собой даже Пожирателя Луны. Прошло время, и Цзин Лю появилась в игре. Но споры не утихли. Однако, стало очевидно одно. По урону в целом, Цзин Лю все же уступает Пожирателю. Так что она явно не сильнейший персонаж в игре в плане урона. Хотя, глупо отрицать, что по удобности Цзин Лю все же превосходит Пожирателя. Но такое явление уже тяжело называть поверкрипом. Но, как мы и говорили ранее, споры вокруг Цзин Лю разгорелись не только по этой причине, но и из-за активных сравнений данного персонажа с Янцинем. Несмотря на то, что два этих героя используют совершенно разные механики боя и принадлежат к двум разным путям, игроки сочли данное происшествие поверкрипом внутри элемента. Ведь оба персонажа обладают ледяным атрибутом. А ведь еще, относительно недавно, на третьей бете Ханкестер Рейл, многие люди, в том числе и я, считали Янцинью одним из самых сильнейших, если не сильнейшим дамагером в игре. Ведь заливка критов, вписанная в механике персонажа, очень сильно увеличивала его итоговый урон, позволяя выдавать довольно большие циферки. На релизе же Янцинья чуть-чуть подправили, и он стал немного слабее, но так и не перестал быть практичным и удобным дамагером, особенно в плане пермофриз-отрядов, и благодаря своему таланту он все еще неплохо накладывает статус заморозки. Но возвращаемся к нашему обсуждению. Как известно, заливать себе криты своими навыками умеет и Цзэнлю. В целом, мне кажется, что это своеобразная фишка текущих и будущих ледяных дамагеров, поэтому наличию такой механики сильно удивляться не стоит. Но Цзэнлю не умеет накладывать на противников заморозку никак, кроме при пробитии ледяной уязвимости. Да, она все еще может играть в пермофриз-отрядах, но Янцинь в такой ситуации будет сильнее и практичнее. Говорить о том, что Янцинь бьет по одной цели от Цзэнлю по нескольким, нет никакого смысла. Хотя, в целом, в соло-таргет урон разогнанного охотника все равно будет выше. По факту, выход Цзэнлю можно было бы назвать поверклипом только в том случае, если бы своим приходом в игру она реально убивала полезность каких-то предыдущих персонажей, что совсем не соответствует сложившейся действительности, ведь старые персонажи все еще легко закрывают все, не сильно отставая от новой героини. Но случай с Янцинь в Цзэнлю на самом деле куда более понятный и однозначный, чем то, что произошло между Лодчей и Хохо. Изначально при выходе Лисички я думал, что она скорее займет какую-то свою нишу, чем реально подвинет других персонажей в игре, однако я ошибался. По итогу казалось, что Хохо не просто умеет делать все, что умеет делать Лодча, а даже происходит его в том же снятии уязвимостей. Безусловно, глупо отрицать, что Лодча намного выгоднее в плане очков навыков, и он, как кажется, куда лучше может играть с какими-либо требовательными дамагерами по типу того же Пожирателя. Но при более тщательном разборе выясняется, что в базовых сильнейших отрядах Хохо дает Даньхену не только хил, но и прирост урона, который довольно неплохо отражается на общих ротациях персонажа и выводит такой отряд на куда более высокий уровень полезности, нежели идентичный отряд с Лодчей. Хохо также невероятно гибкий персонаж, ведь она может играть почти с любыми персонажами, а под персонажей, играющих периодического урона, она и вовсе является чуть ли не сигнатурным саппортом. Хил Лодча же куда более простой в плане активации, он является незаменимым саппортом под того же Блейда, да при довольно дешевой сборке выдает своему отряду чуть ли не оверхил, делая его почти бессмертным. Хохо же уступает ему в плане лечения, хотя, казалось бы, стат хп подобрать проще, для подходящих конусов под стандартного саппорта в целом должно быть больше. Но на деле же, надевая конус из недавнего ивента, Хохо теряет драгоценные единицы энергии, из-за чего теряет свою главную особенность в возможности наложения бафов на команду от ее ульты. Сравнивать Лодча и Хохо довольно тяжело, ведь в определенных ситуациях каждый из этих героев может быть полезен для отряда. Но что, если взглянуть на эту ситуацию чуть шире? По факту, выход Фусиуань, Лодча и Хохо сильно уменьшил актуальность других саппортов. Та же Байлу стал абсолютно бесполезной сразу же после выхода Лодча. Тоже можно сказать и про Наташу, Март-7, Гепарда, Рысь, которые просто не могут выдерживать конкуренцию с абиентовыми легами. Можно ли назвать данную ситуацию пауэркрипом? Скорее нет, чем да, ведь тут нет заметной тенденции с постоянным увеличением силы новых саппортов. Разница в силе происходит из-за разницы в редкости, что звучит не очень приятно. По факту, среди всех эпиков, лучше всего себя чувствуют персонажи пути гармонии и небытия. Некоторые из которых, например, та же Аста, Тень Юни или Пела, по своему обилию механик напоминает скорее легендарных персонажей. Остальные же четырехзвездочные персонажи во всем проигрывают пятизвездочным. Даже всеми любимые от Сенсуеби четырех идолонов и Сигда Генерала не могут дать конкурентоспособный урон. А остальные персонажи, вроде Орлана или Герты, являются довольно ситуативными и нужны скорее новичкам, нежели продвинутым игрокам. Но тут уже возникает тема для отдельного ролика, так что пока отложим эти долгие разъяснения в отдельный ящик. В конце рассуждений про пауэркрип стоит также немного взглянуть в будущее и сделать некоторые выводы по поводу того, как дальше будет развиваться ситуация с пауэркрипом в Ханкаиста Рейл. Нужно начать с того, что многие игроки в Ханкаиста Рейл на данный момент не до конца понимают, что такое настоящий пауэркрип. Даже все вышеперечисленное в ролике едва ли можно назвать большой проблемой, которая мешала бы наслаждаться игрой и всем пользователям. Настоящая угроза пауэркрипа наместит только тогда, когда начнут выходить персонажи одного элемента и одного пути, использующие похожие механики и имеющие сильные различия разве что в скейлах своих атак. Такое может произойти не только потому, что разработчики захотят стимулировать игроков в получении новых персонажей, а также из-за дефицита идей, к которому легко прийти, особенно учитывая, что Ханкаиста Рейл это пошаговая РПГ игра. Разработчики уже реализовали большую часть самых очевидных механик, и дальше будут играться самыми необычными способами реализации способностей героев. Но это только по поводу героев. Касательно режимов игры ситуация немного другая. Новые гейммоды это всегда весело и интересно, особенно учитывая, что игроки в Геншин Пак сидят без новых постоянных режимов с самого релиза игры, и тем не менее умудряются ловить небольшие плоды пауэркрипа в виде изменения врагов в бездне. Однако это всё ещё далеко не уровень Ханка Импакта. Даже если новые режимы будут обладать таблицами лидеров, это совсем не значит, что в игре сразу же возникли к пауэркриппу. Есть и вариант, что разработчики продолжат вести игру в обычном темпе, не делая ставку в развитие персонажей на данный режим. Пока же Ханкаиста Рейл в плане персонажей идёт по пути развития Геншин Импакта, а это значит, что баланс сил пока что является приоритетом разработчиков. Впрочем, уже в версии 1.6 мы увидим, чего же на самом деле хотят добиться создатели игры. Ну а на этом у меня всё. Я изначально не планировал выпускать данное видео так рано, ведь хотел собрать больше информации в течение последующих версий игры. Однако заявления разработчиков и ситуация с Хохо немного изменили ход моих мыслей. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Если это так, жду ваше мнение по поводу пауэркрипов Ханкаиста Рейл в комментариях. Кроме того, не забывайте про наш Дискорд сервер, там я частенько сижу с подписчиками в голосовых каналах, а опытные игроки всегда будут готовы помочь вам со сборками персонажей. Что ж, с вами был Zephyl Zodiac, и всем пока-пока.